Девушки отдыхают 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 И желание победить у нее большое. Я могу ее сравнить с Марией Шараповой, потому что у Марии Шараповой коронный удар слева. И у Карины коронный удар слева. Шарапова – кумир Карины в теннисе. Но не потому что звезда, а по схожим чертам характера. Такая же упорная и готовая идти напролом к своей цели. Казахстанка встречалась со своим идеалом во время международного детского турнира. И подробно рассказала об этом в одном из больших материалов на своем ютуб-канале, который ведет уже два года. Внимательно прочла и книгу Шараповой, почерпнув для себя важные детали. В том числе то, что определяющую роль в успехе сыграли родители. Которые, как и у каждого такого ребенка-победителя, вносят решающий вклад. Ежедневные ли это поездки на тренировку и обратно. Или просто настольные игры, в которых дочь регулярно берет верх. И побеждает-то не случайно. Комбинационное мышление, развиваемое на корте, очень помогает. А также то, что в любых ситуациях нельзя опускать руки. Нужно продолжать искать пути выиграть. Вообще по жизни Карина очень улыбчивая и позитивная. Излучающая уверенность и оптимизм. Все родители должны наблюдать вот эти первые месяцы, первые годы, первые занятия, чем бы ребенок ни занимался. То есть если ребенок предрасположен к этому конкретному виду спорта, если он получает от него удовольствие. Карина учится в школе для одаренных в спорте детей. Любит гуманитарные предметы. Раз в полгода личный тренер приходит к педагогам, и они предоставляют друг другу результаты по учебе и теннису. Вместе решают, как совмещать образование и спорт, чтобы они не мешали друг другу, а дополняли развитие ребенка. Учиться еще нужно многому, в том числе давать интервью. И относиться к этому тоже профессионально. Уже неплохо получается. Искренне и интересно. Мелочей не бывает даже в общении с журналистами и поклонниками. Особое отношение у Карины к играм за страну. Надевая спортивную форму с флагом, ты уже защищаешь не только свою честь, но и представляешь республику. Поэтому девушка с нетерпением ждет, когда подрастет и будет играть за сборную Казахстана. А пока она учится крепко сидеть в седле. И в теннисе, и в жизни. В прямом и переносном смыслах. Лучшая теннисистка до 14 лет. Карина Джумаджанова, города Матэй. Некоторое время назад, неожиданно для всех, Карина победила сразу на двух международных турнирах. На одном из них, для 18-летних игроков, даже выступать не имела права из-за отсутствия рейтинга ввиду малого возраста. Но организаторы дали спецприглашение. А Карина взяла и победила. В мире всего несколько девочек, которым удалось подобное. Это и внесло решающий вклад в рейтинг, где Карина – лучшая теннисистка Азии в возрасте до 14 лет. Я хочу в 16-17 лет выиграть свой первый большой шлем. Я готова выиграть Умблдон или Усопен. Я уже поставила цель. Также я хочу держать первую строчку в WTA на долгом протяжении. Карина планирует всю свою жизнь посвятить теннису. После окончания игровой карьеры как минимум стать тренером, а как максимум создать теннисную академию, где будут заниматься дети. Но главное, считает Карина, это просто быть хорошим человеком и помогать людям. Карагандинец Амира Марханов ракетку в руки взял очень рано – в 4 года. Примером был старший брат. Он тоже добивался неплохих результатов, входил в юношескую сборную страны, а сейчас, благодаря теннисным успехам, по бесплатному гранту от университета учится спортивному менеджменту в зарубежном ВУЗе. Это тема, которая волнует всех родителей, чьи дети серьезно занимаются теннисом. Как совместить тренировки с учебой? Главное – желание. С каждым годом все сложнее и сложнее совместить школу и теннис, и профессиональный, наверное, уже спорт. Отдать ему должное, он учится отлично, все успевает, и всегда на соревнованиях он ездит с учебниками, прибегает к репетитору, где-то бежит, если тема не понята для него. Мама Амира советует родителям отдавать детей в спорт. Он только помогает, как в учебе, так и в повседневной жизни. Амир стал дисциплинированным, пришло умение распоряжаться собственным временем, научился логически мыслить, анализировать, поборол природную стеснительность, которой нет места в этой сфере. Появились физическая выносливость и концентрация. На корте был выкован и характер, ведь только он позволяет победить при равном матче равных соперников. Спорт также объединяет семью. Появляются общие интересы у детей и родителей, которые рядом будут проводить много времени, даже просто в постоянных разъездах на тренировки и соревнованиях. А уж если вместе станут интересоваться или заниматься, то духовно-родственная связь, родитель-ребенок, будет крепчайшей. При переходе из одного жизненного цикла в другой, из детства в юношество, к детям как раз и приходит понимание, зачем вообще нужен спорт, чего он поможет добиться, что даст в жизни. И если до этого определяющим фактором зачастую бывает талант, то потом на первый план выходит трудолюбие. Понял я совсем недавно то, что работаю я и пошу ради, ну то, что это будет уже всей моей жизнью – теннис. Как теннисист Амир очень ответственный на корте, думающий. Детям, которые с ним становятся в пару, удобно играть. Чувство мяча очень хорошо соображает на корте. То есть такое даже воспитать очень тяжело. Вот это как раз и есть степень таланта. И не хочется громких слов давать, но при должном отношении он может играть на очень высоком уровне. Рисование в жизни Амира существует со спортом параллельно. Интересно, что теннисной тематики в рисунках нет вообще. Наверное, потому что с красками и карандашом в руках Амир просто отдыхает. Ракетки с мячом хватает и на тренировках. Наставник парня Петр Нестеров буквально живет теннисом и старается сделать таким же трудягой и своего подопечного. Ножки, ножки, разворот, пауза, подсел с прыжком, бам, слету, бам. ФДР плачет. Модаль в шоке. Выигрывать турниры Амир начал давно. Победа на чемпионате страны для детей до 10 лет была одной из самых значимых. Мальчишку после этого уже всерьез взяли на заметку. Подоспело внимание спортивного руководства и журналистов. Выигрывал Амир и турниры за рубежом. Например, в Москве, где, взяв первое место, получил из рук знаменитого теннисиста именную ракетку. На неофициальном чемпионате мира среди ребят своего возраста карагандинец вошел в восьмерку сильнейших. Цель была попасть в 36 лучших. Но план перевыполнил. А значит, имеет право и помечтать. В будущем планирует победить на турнире Большого шлема Australian Open и сыграть когда-нибудь официальный матч с Рафаэлем Надалем. Тем более, что хотел бы быть очень похожим на знаменитого испанца по манере игры. Несколькими ударами через сетку они уже успели обменяться перед выставочной встречей Надаль Джокович в Нурсултане. Тогда Амир был выбран как один из лучших для мастер-класса со звездами. И весь матч пристально следил за Надалем. У него очень хорошее вращение справа и слева. Очень хорошо играют быстрые ноги. Мне это очень нравится. Академия Тим Казахстан, которая взяла Амира под свою опеку, как раз и создана для пестования юных талантов от 12 до 18 лет. Они должны стать основой сборных страны. Отбор идет по всей республике. По физическим, игровым, психологическим критериям. Хотя в этом возрасте очень рано давать авансы. Только родителям развивать карьеру юного спортсмена очень сложно. Элементарно, помощь нужна даже в мелочах, например, с мячами, чтобы их было достаточно. Не говоря уже о поездках на соревнованиях. Но если ребенок показывает даже скромный результат, то всегда будут те, кто поможет. Тренер, управление спорта района, города или области, или федерация. Главное, чтобы талант хотел всерьез стать будущим чемпионом. Мама Полины Слепцовой – участница Олимпийских игр в составе сборной Казахстана по хоккею с шайбой. Папа играл в хоккей. То, что девочка из спортивной семьи, ей помогает. Ведь культ физкультуры и здоровья постоянно перед глазами. Она не по книжкам и не из чужих уст знает, что такое победа и поражение, травмы и бойцовский дух, усталость и удовлетворение от хорошо выполненной работы. Папа, он же ее личный тренер, сопровождает ребенка по всем тренировкам и турнирам. Когда дочери было 7 лет, понял, что может получиться неплохая спортсменка. При всех ее успехах Полина не вундеркинд, не акселератка. Она обычная девочка, которая нашла себя в одном из видов спорта. Ежедневно понемногу закладывает фундамент под будущие победы. Внимательно относится к тренировкам. К тому, что делает и зачем то или иное упражнение нужно. Отмечают ее ценнейшее качество, столь любимое наставниками. Она легко обучаема и любит учиться. Особенно важно ее умение терпеть. Работает ли над скоростью, или сильно устала, или шлифует важный элемент. Когда Полина, как говорят в спорте, выстрелит и ворвется в мир большого тенниса, сейчас еще сказать трудно, да и с уверенностью нельзя. Но не может не подкупать старательность и поступательное движение вверх, шаг за шагом. Ты не делаешь, 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 ты не делаешь. Она уже в юниорской сборной страны и недалек тот день, когда постучится в двери национальной команды. Так далеко Полина с родителями и тренерами сейчас еще не заглядывают. Пока только присматриваются к ежедневным проблескам той игры, которая позволит уверенно быть лучшей. Я могу подержать мяч, выкрутить его, поразводить игрока в нужный момент. Могу бить, могу крутить мяч, резать у сетки. Ну, у сетки не так хорошо, но все-таки умею. На задней линии играю. Полина успешно учится в школе. Любимые предметы, алгебра, история, английский язык. В обычной жизни спокойная, веселая и добрая. Вместе с бабушкой с двух лет пекла блины и пироги. Сначала просто смотрела и мешала, потом начала понемногу помогать. А сейчас уже бабушка на подхвате в кулинарном деле. Конечно же, представлять свою страну – это для меня очень значимая вещь. Я очень сильно хочу на турнир большого шлема быть в сетке такой. Я хочу, чтобы все знали, откуда я из Казахстана, потому что я хорошо играю. Часто говорят, что у детей, серьезно занимающихся спортом, нет детства. Папа Полины с таким мнением категорически не согласен. Полноценное общение с родными, со сверстниками-единомышленниками. Радость от побед. Гордость за свои, пусть пока не великие, но умения и успехи. Масса впечатлений от поездок на соревнования. О таком насыщенном детстве можно только мечтать. На просаживание жизни в компьютере и телефоне времени практически не остается. Да и становится это неинтересным. По сравнению с современным ребенком это полномасштабное детство, я бы в таком детстве, конечно, завидовал. Я перед собой ставил задачу объяснить человеку, что может дать ей профессиональный спорт или спорт, который будет давать ей тот широкий кругозор, который сейчас невозможно. Я, например, не вижу других возможностей, как только... Ну, я вижу только спорт. Важно, чтобы в детском возрасте была заложена правильная база. Навыков, техническая, функциональная. Полина имеет все предпосылки для того, чтобы получить это. Наставники уже видят ее особенности. В этом и состоит еще одна из тренерских задач – развить потенциал. Она очень трудолюбивый спортсмен, очень трудолюбивый ребенок. И я так думаю, весь ее талант – это отражение ее труда. У девочки есть свои индивидуальные особенности. И она может оказаться в топ-100 уровня взрослого тенниса WT. Это наша цель. Тренировки 6 дней в неделю по 6 часов даром не проходят. На последнем детском, неофициальном чемпионате мира она пробилась в число 16 сильнейших. Вполне заслуженно. И это только начало большого пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин